Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Только что я снимала видео и рассказывала, какие сорта перца я буду сеять в первую очередь, то есть в конце января. Я сказала, что те, которые для раннего урожая и те, которые с длительным сроком, которые толстые, толстая стенка, большой такой плод. И сейчас следом сопряженная с этим тема, как выращивать перец с пикировкой или нет. То есть будем ли мы впоследствии пикировать его. Это было каждый год, вот сейчас начнутся посевы и начнутся споры. Даже вот в комментариях люди между собой спорят и каждый расхваливает свой метод. Есть вот прям активные сторонники, чтобы без пикировки. Они говорят, что его нельзя трогать. Вот вчера прочитала комментарий, один мужчина даже сказал, если вы прищепнете этот стержневой корень, вы обречете растение на медленную смерть. Но я на протяжении многих-многих лет выращиваю с пикировкой перец, и он прекрасно растет. И если бы растения после этого умирали, ясно, что я на второй или на третий год уже отказалась бы от этого метода. Но многие выращивают с пикировкой, и вот кто это делает, они тоже находят свои плюсы этого способа. Я вам сейчас расскажу, какие плюсы и какие минусы у этих двух способов. Начну про свой, с пикировкой. Во-первых, я всегда высаживаю много. И когда высаживаешь с пикировкой, есть возможность посеять часто и в один лоток разместить большее количество сеянцев. Это ясно, что мы же знаем, что мы потом будем рассаживать. Я вот высаживаю на расстоянии 2-3 сантиметра это семечки, между строчками 3 сантиметра. И в лоточек при первом посеве можно разместить намного больше. Почему это удобно? Ну, во-первых, место под лампой нужно всем. Сейчас у нас будут ранние томаты, ранние баклажаны, ранние перцы. И если высаживать вот на таком расстоянии, на большом, без пикировки, в лоточек входит всего 20 штук. И для меня это неприемлемо. Но у каждого свои цели посевов. Мне нужно посеять много. Я выращиваю большое количество. Выращиваю еще для продажи. Сразу говорю, что кто хочет выращивать рассаду для продажи, это однозначно только с пикировкой. Без пикировки у вас просто реально места столько не найдется ни на подоконнике, ни на стеллаже. Это вот самый первый и самый большой такой жирный плюс. Это экономия места. Он же в лотке после посева перец целый месяц сидит. Он растет медленно, вот пока семидоли раскроются, пока один листик выйдет, второй проходит месяц. И вот этот самый месяц как раз самый сложный. Когда еще холодно, когда мало солнца. А потом мы распикируем, и можно уже будет выносить и в тепличке везде. Но у этого способа, конечно, есть минус. Если вы начинающий, если вы боитесь пикировать, боитесь повредить корневую систему, то для вас, может быть, лучше будет метод без пикировки. Потому что с пикировкой, я вот когда пикирую, я прищипываю вот этот основной корешок. Я заглубляю до семидолей. И это правильно по правилам, по всем справочникам нужно заглублять. И хотя существует такой миф, легенда, что корни он не образует, как томат на стебле дополнительный. Все он прекрасно образует. И вот заглубление до семидолей как раз дает мне укрепление рассады. Образуются дополнительные корешки. Боковые сразу вот эти стимулируются образование боковых корешков. Перец на глазах. Ну вот после того, как он немножко поболеет, конечно, он на глазах прям начинает толстеть и очень крепкий, вот после пикировки именно. Но это мое мнение, я вот про свои говорю. Ну тут, конечно, минус вот эта пересадка, он немножко может и болеть. Но если вы в раннем сроке не затянете, вот когда они маленькие, они почти не чувствуют. Если очень быстро отсюда вынули, сюда воткнули и все. Вот это плюсы и минусы. Плюс, что экономия. Минус, что мы все-таки повреждаем немного корневую систему. Поэтому, если вы новичок, то вам, конечно, наверное, лучше подойдет способ без пикировки. И еще это подойдет способ тем людям, которые выращивают, ну совсем в небольшом количестве, ну 20 там корешков, 30. Вы можете в один лоток разложить, вот так вот. И они у вас прям до высадки в грунт в этом лотке нетронутые вырастут. Но опять же, если мы при пикировке можем отбраковать, можем там где-то не взошло, пересаживая в другое, мы вот выбираем только те, которые взошли и сильные, то здесь, если у вас что-то не взойдет, вот с этими пустыми местами так и будет этот лоток. И тут все советуют специалисты, что если вы сеете без пикировки последующей, то нужно укладывать обязательно по два семечка. Но бывают опять ситуации, когда взойдут оба семечка и получается вот такая загущенная посадка, второе семечко удалять обязательно. И нельзя его вырывать, потому что опять же повреждается корневая система первого. Его обычно берут маникюрными ножничками, обстригают. Это же жесточайший, конечно, метод, способ, когда здоровый, полностью такой жизнеспособный, сеянец перца надо выстригать. Мне это не нравится, я никогда так не сею, никогда так не делаю. Но люди делают так только для того, чтобы избежать пикировки последующей. Зато у них перцы стоят вот так. Если без пикировки надумаете сеять, вам лучше тогда использовать можно сразу стаканчики или кассеты. В кассетах очень хорошо растет перец. Кассеты такая крупная ячейка. Или стаканы. Некоторые сразу сеют в полкилограммовые стаканы. А он у них сразу от начала до конца. Но в каждый стакан опять тогда нужно ложить по два семечка. И тут два варианта. Некоторые прям, если два взойдут, некоторые их высаживают прям парно. Некоторые опять же удаляют как-то каким-то образом, разделяют. Я без пикировки никогда не выращивала вообще ни разу в жизни. Потому что для меня это изначально не подходит. Потому что мне нужно большое количество растений. Поэтому я про без пикировки знаю только теоретически. Но я понимаю, я вот знаю, обладая всеми этими знаниями, я понимаю, что без пикировки, конечно, это щадящий режим. Вы его не трясете корневой системой, не повреждаете. Он тоже хорошо растет. Но как без выбраковки? Вот я привыкла выбраковывать. Я когда много насею в лоток, они взошли. Я вижу, одна повыше взошла быстро. Другое семечко взошло позже. Его лучше тогда уже не брать. Изначально слабое семя. У него что-то, значит, там сбито уже в его программе. И я такой вот, который слабый, я стараюсь его не использовать. При выбраковке я беру хорошие и большие. А эти, ну, судьба этих перцев всякая. Иногда отдаю соседям, кто не успел посеять. Иногда просто выбрасываю, когда вижу, что он никакой. Обычно, когда слабый сеянец, его начинаешь пикировать, смотришь, у него что-то с корневой системой. И обычно, вот когда он маленький не растет, у него или темный корешок, или какая-то у него еще другая беда, их лучше, конечно, выбросить. И вот я за способ с последующим пикированием, с пикировкой. Потому что при этой пикировке мы видим и корневую систему здоровья всех этих сеянцев. То есть, это своеобразный медосмотр. Вот для этих детишек, растюшек, берем только здоровеньких, плохих мы оставляем. Вот именно после пикировки, когда остаются только толстые и жирные, это очень хорошие посевы, они и более выносливые. Но про метод с пикировкой я тоже не буду вас отговаривать. Кому-то он подходит идеально. Если вы всего 20 штук выращиваете, вам смысла нет их трясти с одного горшка в другой. Посеете два семечка, одно уберете более слабо, а этих больших 20 стаканчиков запросто под одной лампочкой вырастите. Все. Вот это вот такие небольшие нюансы, которые все начинающие огородники должны знать. Начиная выращивать перец, начиная выращивать баклажан, все это мы должны заранее высчитать. С каких сортов начать, для чего именно этот сорт мы высаживаем рано, или для раннего урожая, или потому что он сильно длительный у него период. Как мы будем выращивать, с последующей пикировкой или нет, от этого зависит расстояние между вот этими семечками. И все, когда вы это запланируете, продумаете. Начинаем посев. Кто-то в конце января, а кто-то в начале, в середине февраля. Все. Желаю всем вооружиться. Главное наше оружие, это наше знание. Все это знать, все это разложить по полочкам. И тогда успех обязательно будет. Будет богатый урожай, будет вовремя. Будем есть не зеленые, а спелые перцы. Все. Желаю вам этого. С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. С вами Ольга Чернова.